Хорошая новость это отсутствие новостей. Эта фраза как никогда актуальна этим летом и для европейцев и для туристов. Сообщения об актах терроризма, нападении беженцев, бесконечной забастовки транспортников стали частью повседневной жизни Европы. Снижение туристической активности ощутили многие европейские столицы. Как следствие, многомиллиардные убытки в этой отрасли. Август, как известно, время отпусков в Европе. В результате путешественники ищут альтернативные варианты и размер кошелька здесь не имеет значения. Выбирают по принципу, где хорошо и безопасно. Сколько потеряла европейская туристическая отрасль в цифрах и какие страны не утратили свою привлекательность, выяснял Александр Пинчук. Франция массово теряет туристов из-за серии террористических нападений. В первой половине 2016 года количество броней в отелях иностранными туристами упало в среднем на 10%. Количество броней в парижских отелях сократилось на без малого 10% в июле этого года по сравнению с июлем 2015-го. Туристические поездки в Париж сегодня похожи на полосы препятствий. Причем препятствий немало. Так, после нападений террористов в ноябре прошлого года мы столкнулись со своего рода психозом. Все туристы хотели знать, насколько безопасно ехать в ту или иную страну. Причем это характерно не только для Парижа и Франции, но и для всей Европы из-за терактов в Брюсселе, терактов в Германии, терактов в Лондоне. Конечно, мы не раз задумывались над тем, что может произойти новый теракт в столице Франции, но все-таки решили ехать в Париж. Полицейских на улицах много, но нам это не портит настроение. Я заметил, что наши дети ведут себя по-другому, они чувствуют напряжение. Видно, что действуют повышенные меры безопасности в метро и на вокзалах. У нас в Испании все-таки как-то поспокойнее. В июне во Франции произошел целый ряд событий, которые негативно отразились на турбизнесе. Это и поводок на сене, и многочисленные забастовки. Особенно неприятно было, когда бастовали сборщики мусора, и перебой с доставкой бензина на автозаправочные станции. И это было как раз то время, когда обычно идет бронирование на период между серединой июля и серединой августа. Бронирование перелетов шло отлично в конце июня. Если бы не теракт в Ницце, мы бы шли в плюсе, но атака в день взятия Бастилии изменила тренд. Тысячи туристов отменили бронирование. В основном это были гости из Америки и Азии. Бронирование билетов на самолеты в Ниццу снизилось сразу на 57% в течение 7 дней после атаки в день взятия Бастилии. Тогда в результате теракта погибли 85 человек, 434 были ранены. Специалисты говорят, что Франция привлекает все меньше туристов, в частности из-за отказа от проведения ряда фестивалей и мероприятий, в свете введенного в прошлом году чрезвычайного положения. Так во французском Лиле отменили крупнейший в Европе блошиный рынок. Каждый год в начале сентября миллионы человек приезжали в Лиль за покупками. Мне было страшно, трудно и больно принимать такое решение, но я согласна с тем, что в этом году нам не стоит проводить блошиный рынок. Я бы назвала это нашим моральным долгом. Мы сделали все, что могли, чтобы исключить возможность организации нового теракта, а значит спасли кому-то жизнь. Не остались в стороне и состоятельные туристы из США, государств Азии и Персидского залива. Они тоже резко отреагировали на теракты, престижные отели Франции опустили. А вот в Великобритании, несмотря на Брексит, сегмент туризма до сих пор практически затронут не был. Но уже в августе ситуация стала резко меняться. Серьезные проблемы коснулись тысяч отпускников, запланировавших путешествия по туннелю под Ла-Маншем. Он соединяет Лондон с Парижем и Брюсселем. Причина – масштабная пятидневная забастовка персонала поездов Евростар. Разочарованные пассажиры в экстренном порядке вынуждены менять свои планы. На минувшей неделе в Расселл-сквер в центре британской столицы преступник с ножом убил туристку из США. Еще пятеро иностранцев были ранены. Причем случилось это как раз в тот день, когда из-за угрозы терактов на улицах Лондона увеличили число вооруженных полицейских. Вечером 10 августа в аэропорту Брюсселя объявили тревогу из-за угрозы терактов. В воздушную гавань поступила информация, что на борту двух пассажирских самолетов, которые должны были приземлиться в завинтами, спрятаны взрывные устройства. Один из самолетов следовал в бельгийскую столицу из Осло, другой из Стокгольма. Правда, вскоре тревожная информация не подтвердилась, и оба лайнера авиакомпании САС приземлились в штатном режиме. Но тревога осталась. Когда мы приземлились, всех попросили не покидать свои места в салоне самолета. Это продолжалось где-то минут 20. Нам сказали, что есть информация об угрозе теракта, а была ли бомба или террорист-смертник, нам не говорили. Не прибавляет имиджа Европе и поток мигрантов. В поисках лучшей жизни в терпимой Европе беженцы оккупируют станции вокзалы площади. Случается, что мигрантов и туристов вообще путают. В Германии, стране известной своей эффективной бюрократической системой, 31-летний турист из Китая совершенно случайно попал в лагерь для беженцев. Мужчина всего-навсего хотел написать заявление в полицию о краже кошелька, но забрел не в полицейский участок, а в миграционную службу. Китаец честно поставил подписи во всех предложенных анкетах, после чего у него забрали паспорт и на две недели направили в лагерь для беженцев. К счастью, там сотрудник Красного Креста заметил, что турист на беженца не похож. Слишком хорошо одет для мигранта, но выглядит при этом крайне беспомощным. Догадались обратиться в расположенный по соседству китайский ресторан. Официанты своего признали и объяснили, что китаец никакой не беженец, а турист-одиночка, который все это время умолял вернуть ему паспорт с визой. Бюрократическая система ошибается. Чиновники не привыкли задавать много вопросов, а процедура подачи заявок в миграционную службу Германии сейчас упрощена до предела. Обычные беженцы, наоборот, паспортов или не имеют вовсе. Часто они выбрасывают их по дороге, чтобы выдать себя за сирийцев, к которым Германия относится более лояльно, чем к гражданам других государств. Или с радостью отдают их представителям власти. С китайцем ситуация прояснилась. Тот особо не возмущался, однако признался потом, что представлял себе Европу другой. Александра Пинчук. Вокруг планеты.